Идея казалась абсурдной, почти кощунственной. Бизон – символ прерий, посреди умирающего леса? Но ученые из Института экологической регенерации были полны решимости. Леса, когда-то пышные и полные жизни, теперь задыхались под гнетом монокультуры и последствиями изменения климата. Почва истощалась, подлесок исчезал, а вместе с ним и надежда на возрождение. И вот, сотни могучих бизонов, с любовью и осторожностью перевезенные из заповедников, оказались среди пожелтевших деревьев. Сначала они казались потерянными, непривычными к замкнутому пространству. Но инстинкты взяли свое. Началось преображение. Бизоны принялись за работу. Они валили мертвые деревья, вытаптывали опавшую листву, разрыхляли почву своими копытами. Их навоз, богатый питательными веществами, стал естественным удобрением. Где-то они выкапывали корни, где-то обгладывали кору, создавая просветы для солнечного света. И результат действительно был безумным. Через несколько месяцев в лесу начали пробиваться ростки новой жизни. Появились травы, дикие цветы, кустарники. Улучшилась циркуляция воды в почве. Земля, казалось, дышала. Лес оживал на глазах, благодаря этим неожиданным садовникам. Возвращение бизонов стало катализатором, запустившим процессы восстановления, о которых ученые могли только мечтать. Они доказали, иногда для исцеления природы нужны самые радикальные решения. Весть об эксперименте с бизонами облетела научный мир. Скептики качали головами, называя это безумием и предрекая провал. Но фотографии и отчеты из Института экологической регенерации говорили сами за себя. За первым участком возрождающегося леса последовали другие. Метод был прост и гениален – вернуть экосистеме ее естественных архитекторов. Успех вдохновил ученых на новые дерзкие проекты. В другие деградирующие экосистемы возвращали волков, бобров, диких лошадей. Каждый вид играл свою роль в восстановлении баланса. И каждый раз результаты превосходили ожидания. Природа сама находила пути к исцелению, если ей немного помочь. Конечно, не все шло гладко. Возникали конфликты между бизонами и местным населением, требовалось тщательно контролировать их численность и перемещение. Но преимущества, которые давал этот метод, были неоспоримы. Он доказывал, что даже самые поврежденные экосистемы могут быть восстановлены, если подойти к этому с умом и уважением к законам природы. Со временем эксперимент с бизонами превратился в общемировую практику. Монокультурные леса стали превращаться в разнообразные, здоровые экосистемы. Идея, казавшаяся когда-то абсурдной, стала символом надежды и примером того, как смелые решения могут изменить мир к лучшему. И посреди этих обновленных лесов могучие бизоны продолжали свою работу, напоминая о силе природы и ее удивительной способности к самовосстановлению.